В условиях нынешней экономической ситуации в результате наложенных санкций российские производители все чаще ищут способы замены импортных технологий и материалов на отечественные аналоги. Этот вопрос актуален для любого региона. Именно поэтому торгово-промышленная палата Московской области в рамках своего проекта «Диалог» провела круглый стол, посвященный импортозамещению в строительной отрасли с участием руководителей предприятий и экспертов. По их мнению, единственным условием для эффективного ответа на внешние вызовы является поддержка частных предпринимателей. Мероприятие прошло в подмосковном Нарофоминске. Наша основная задача – это создать условия для этих предприятий. Одно из таких инновационных решений, которое было применено в Московской области как в субъекте, одно из первых – это разработка генеральных фанов за счет бюджета Московской области. Для того, чтобы потом импортозамещающие строительные производства, оно приспокойно разместится на территории Московской области. Однако в Подмосковье есть производство, которым попросту не на что замещать импортную продукцию. Вывод один – нужно развивать собственную промышленность. В ходе встречи были озвучены конкретные предложения. Будут проведены специальные обучающие семинары. По участию в программе господдержки малого и среднего бизнеса также была предложена идея создания информационных справочников, чтобы как производители, так и потребители знали о том, какие производства существуют в регионе. Все идеи были объединены в резолюцию. В рамках круглого стола подняли тему комфортного проживания в Подмосковье. Были представлены проекты комплексного развития города Нарофоминск. Эксперты считают, что такой план застройки города должен стать показательным для всех муниципалитетов Московской области. План, безусловно, обладает продуманностью, комплексностью достаточно хорошей. И создает город комфортного проживания. То, о чем говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. О том, что такой территорий должна стать вся область. Мария Масайли, Михаил Черепанов, телерадиокомпания Щелково.